Прив, чё дело? Расклад такой. Я вчера сделал пост в сообществе на ютубе, где спросил вас, какие видео вы хотите, чтобы я снял. И я не смотрел комментарии, и, наверное, бы никогда и не посмотрел, потому что забыл бы, но я решил, будет прикольно. Сейчас пойду и посмотрю, что вы там написали, и мы выберем какую-нибудь идею и осуществим её. Сегодня, здесь, подписчики управляют моей жизнью. На самом деле, это иллюзия. Открываем комментарий. Самый популярный комментарий — это то, что надо прикрепить пьезу к советскому синтезатору. Я вас, конечно, расстрою. Ладно, я вас не расстрою. Сейчас мы приделаем. Берём советский синтезатор, берём пьезу и прикладываем. Смотрите. Всё. Вычёркиваем? Нет, это тупо. Всё, я отказываюсь. Это лучшее, что вы смогли придумать? Ну, ничего. Очень много просьб сделать кулинарное шоу, но подписываемся на второй канал. Если и будет, то там. А если чё-нибудь нормально-то, чё делать? Походу вам ничего и не надо. А я тут стараюсь, значит. Менять конденсатор мы будем позже. Мне надо морально к этому подготовиться. Ещё очень много идей, которые я уже воплотил в том или ином виде. Так что смотрите канал. Обзор «Синий изолент» обязательно будет на миллион подписчиков. Есть одна идея, как сочинить грайндкор. Предлагаю выбрать эту, потому что остальное либо не очень весело, либо тут посыл большинства комментариев на самом деле. Снимай что угодно. Мы просто смотрим. Ну, мне очень приятно. Ну, давайте. Грайндкор. Попытаемся сделать. Когда-то я увлекался этим жанром, но сейчас расскажу историю какую-нибудь. Но сначала нам надо обновиться. На, 26 февраля. Сегодня пятница. Всем хороших выходных. Предстоящих желаю. Именинники Артём, Зоя, Светлана, Семён и Степан. Нет, вот интересные календари, да? То у них стихи, то у них анекдоты про то, что у деда встало сердце, молитвы, сретение Господня. Теперь у них про предметы силы, про какие-то кресты и камни и амулеты. Мультикультурализм во всей стране. Ну, мне кажется, это прекрасно. Ладно, тогда мы прочитаем правила жизни от Конфуция. Во-первых, неважно, как медленно ты двигаешься, главное не останавливаться. Никогда не дружи с человеком, который не лучше тебя. Ну и моя любимая «Волк слабее льва и тигра», но в цирке не выступает. Короче, Грайндкор. Я когда-то слушал, мне было лет 15-16, и я не помню почти название групп и песен. У меня такое ощущение, что я, наверное, весь Грайндкор просто успел послушать за вечер. Короче, ну кто не знает, Грайндкор — это такая агрессивная музыка, где песни идут по несколько секунд буквально. И в этом свой прикол есть. Поэтому можно там несколько дискографий осилить, не знаю, пока идёшь на автобус. Сейчас я вспомню. Была группа «Fuck on the Beach» и была группа «Fletchenbrand», по-моему. Почему я запомнил? Потому что у них был совместный альбом, прикиньте. И прикольная обложка была. Не знаю, можно её показывать на Ютубе, на всякий случай не буду. «Fletchenbrand» — это какой-то немецкий Грайндкор. Ну, короче, вот такие странные ребята. Сейчас, может, что-нибудь включим. Звучало это примерно вот так. Не знаю, прилетит на это копирайт или нет. Ну, в общем, очень любопытный жанр. Я с ним ознакомился в своё время и всё понял. Я не знаю, получится ли у нас что-то похожее или нет. Но мы попробуем. Нам надо немного времени на ресёрч. Надо что-нибудь послушать, выделить какие-нибудь исключительные черты и сымитировать их. Так это всё и делается. Да, сейчас сложно сделать подарок своими руками, чтобы это кому-то понравилось. Раньше как? Нарисовал картинку, слевил какую-то фигню из макарон, и ты всё. Король комнаты. Вешают твой портрет на холодильник, твою поделку ставят прямиком в музей. Теперь это не браканывает. Нужно всё время что-то искать, выбирать. Нет! Больше не надо ничего искать. Заходишь на сайт всемайки.ру и выбираешь из сотни принтов тот самый. Например, своей жене я выбрал хлопковый костюм с Томом и Джерри. Тут даже на спине надпись есть. И штаны. И на сайте всемайки.ру можно найти что угодно. Домашним можно подарить фартуки, пледы, костюмы. А коллеги на работе оценят прикольную кружку. И заказывать приятнее со скидкой. Используйте мой промокод на скидку в 15% и выбирайте отличные подарки. Ссылка на сайт всемайки.ру будет в описании. И промокод там же. Не забывай. Я провел небольшой ресерч. Ознакомился с тем, что сейчас слушают. Я подумал, что релитисты же начнут возмущаться. Что ты не сказал про ту группу? Как ты не мог знать про эту группу? Про Напалм Дес ничего не сказал. Так вот, идите нахрен. Вот что я думаю по этому поводу. Лучше давайте займемся чем-нибудь полезным. Творчеством, так сказать. Грайндкор — это сложная музыка. Какие отличительные особенности? Во-первых, высокий БПМ. То есть ударов в минуту у нас больше 400 должно быть. Ну или примерно столько же. В этом районе. Как я это проверил, я включил грайндкор-песню. Включил метроном, где можно тапать. И сделал так. Да, получилось 417 БПМ. И барабанные партии у нас соответствующие. Они должны быть практически сплошной бласт бит. Потом, гитара у нас на грани металлзона. Супер шумная. То есть уже должны не различаться ноты. Должны остаться только гармоники перегруженные. Вот что-то в этом духе должно быть. Ну, в разумных пределах. А то мы перейдем в жанр но из рока, но из металла, но из чего-нибудь еще. Так у нас гитара шумная. Шумная должна быть. Песни меньше одной минуты, но это я уже говорил. Вокал у нас экстремальный. Слова неразборчивые. Поэтому с текстами можно особо не запариваться. Можно их бутлегом приложить к альбому. Будто у нас там что-то умное. Но записывать не обязательно те слова, которые мы написали. Понятно, что это все не строгие рамки. Это у нас вариативность может быть. Но в целом примерно вот так. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Во-первых, я решил, что для грандкора надо подобрать соответствующую гитару. Поэтому взял маленькую гитару из Ашана. Мне кажется, она отлично подойдет. Не знаю, нужно ли настраивать. Но, по-моему, уже неплохо играет. Но еще проблема, что так быстро я сыграть не смогу. Барабан-то мы сейчас набьем. А играть мне придется, наверное, сжульничать. Сыграть медленнее, потом ускорить. Но я думаю, ничего страшного не произойдет. И еще я подумал, будет интересно для получения нужного гитарного звука собрать какую-нибудь неведомую херню. Какой-нибудь странный сетап. Я думаю, мы возьмем Metal Zone. Включим это все в Turbo Distortion второй. Включим это все в такой вот ламповый предусилитель. Не знаю зачем, ради поиска нового звучания. Потом мы все это подключим в Yamaha THR5. А потом мы все это снимем микрофоном. И вот тогда у нас должно получиться трушное звучание, я думаю. Давайте попробуем все это скомпоновать. Все-таки это же музыка. Надо заниматься поиском звучания. Уникального. Творчеством. Была не была. По-моему, неплохой звук получился. Хотя можно еще гейна навернуть. Класс, замечательно. По-моему, лучше звук уже не нарулишь. Гитару можно, конечно, поднастроить. Барабаны забить, записать гитару, записать бас и записать вокал. И будет великолепно просто. Я прям предчувствую. Конечно, теперь с этим вот сетапом на столе не очень удобно, но зато очень показательно. Давайте сделаем барабаны. Так, и длина песни у нас вот такая должна быть. Или такая. Ну, гад. Слепую. Минута 24. Слишком долго. Еще раз. 37 секунд. Отлично. Создаем барабаны на 37 секунд. Хотя, что создавать? Запишем их вживую. Надежно закрепим нашу барабанную установку. И запишем барабаны. Это даже на клавиатуре было жестко. Блин, гранд-кор группа, как вы это делаете? Респект навеки. Так, ну я думаю, у нас немного все неровно, поэтому не проблема. Сейчас отквантуем. Все, теперь у нас идеальная... О, спокойно. Что получилось, слушаем. Мне кажется, немного непопадания в жанр. Теперь нужно записать гитару. Для гитары нам надо придумать риф. Сначала гитару немножечко настроим. Но я уже сказал, записать это я в таком быстром темпе не смогу, поэтому будем тренироваться в более медленном. 277. Так, ну ладно, пишем. Было нелегко. Так, это я записал типа в два раза медленнее. Сейчас мы будем ускорять это дело. Итак, я каюсь, я переделал всю барабанную партию. Конечно, я прекрасно сыграл, но вообще не было похоже на музыку даже отдаленно. А мне все-таки хотелось, чтобы как-то звучало. И в общем, теперь барабанная партия. Давайте послушаем отдельно, потому что аж эдеврально, я считаю, звучит так. И что самое удивительное, я это подбирал под гитарную партию. Да, я сыграл достаточно ровно для такого темпа. И ровно в сетку уложил барабаны, и вместе оно. Ну, звучит же. Давайте заценим. Ну и так далее. Не будем сейчас полностью спойлерить. Ладно, ритмику я разобрал в гитарной партии. Но смогу ли я басовую партию там взять? Гитару-то охрен знает как настроил. Что-то такое должно быть. Я не знаю, может быть, оно и так ляжет у нас. Мелодии же нет никакой нихрена. Можешь сказать, мол, настрой по гитаре. Но тут у нас вопрос такой, что гитара, она меняла строй в течение песен. Я, конечно, примерно настрою, но не ручаюсь, что будет совпадать. Гитару мы записали с одного дубля, потому что у нас не было никаких ориентиров по этому поводу. Короче, я понял, нам надо расставить метки. Где какие части сменяются, потому что я примерно так-то понял, что играть. Здесь у нас будет интро. Так, здесь мы идем в брейкдауновскую часть. Здесь у нас повторение первого куплята, так можно сказать. Пишем. Так, ну мне кажется, лучше уже не сыграю. Никогда не думал, что буду играть под метроном 454, но чем черт не шутит? Не знаю. Короче, да. Отлично, замечательно, супер. Теперь самое интересное. Нужно спеть, спеть. Песню ты не скажешь до свидания. Песня не прощается. С тобой! Я решил, что не буду писать текст. Я буду петь от души. Вот как играл на гитаре от души. Как барабаны забивал от души, потом переделал. Как на басу с первого дубля. Вот так же я и буду петь. От души. Я только сейчас заметил, что я походу лоб распил об клавиатуру. Так что я теперь тру грайндкорщик. Получил травму. При записи песни. Вот это, вот это искусство! Я не слышал музыку, пока кричал. Сейчас поспорим, что получилось. Все, по-моему, идеально. Реально неплохо получилось, мне кажется. Не знаю. На такие грайндкора, как всегда, пишите, как вам. Попал я в жанр или нет. Я не преследую цели никакой по жизни. И расшифровку текста предлагаем в комментарии. О чем же я все-таки пел? Потому что я понятия не имею, если честно. Это... Мне эти слова пришли свыше. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова